По статистике 70% россиян страдают от нехватки витамина С, а у 80% недостаток витамина В и фолиевой кислоты. Признаки авитаминоза это слабость, упадок сил, повышенная утомляемость. В таких случаях зачастую советуют есть побольше овощей и фруктов. Сегодня на прилавках и магазинах они есть круглый год. Но насколько они полезны? Об этом поговорим с Яковом Новоселовым, директором Сибирского федерального центра оздоровительного питания. Яков, скажите, как правило, фрукты, овощи, которые весной начинают появляться в большом количестве на прилавках, они выглядят очень заманчиво, всем сразу хочется их купить и как-то добавить в свой рацион. Насколько они полезны? Стоит ли торопиться и покупать первые, самые первые? Сейчас черешня появляется первая. Стоит ли тратить деньги на это? Вы знаете, у каждого вида продукции, овощи, фрукты, ягоды и так далее, есть свой срок созревания. Конечно, он разный для разных регионов. Все-таки мы рекомендуем, врачи, диетологи рекомендуем дождаться, когда созреет наша местная клубника, черешня и так далее. Наша местная имеется не только сибирская, конечно, но российская в целом, краснодарская, какая-то еще средняя полоса России. Почему? Потому что все-таки при употреблении завозных этих фруктов, овощей, либо ягод, очень высок риск, что эту продукцию привезли недозрелую. Она зрела в пути. Либо выращивали с помощью ускоряющих технологий. Это специальные ускорители роста, различные гиперфосфаты, нитраты, пестициды, их сотни наименований. И далеко не все они контролируются надзорными органами, но тем не менее могут и присутствовать в готовом продукте и наносить безусловный ущерб нашему здоровью. Поэтому лучше потерпеть, дождаться, когда созреет это все у нас. Ну и та же вот черешня тоже. Ну вот как сейчас понять, откуда ее привезли? Сказать могут одно, а на самом деле далеко не каждый человек начнет требовать документы. Да я предполагаю так, что не всегда они есть у продавца. Вы понимаете, да даже если они и есть, я думаю, наши телезрители прекрасно знают, что за несколько последних лет в Белоруссии, например, это как пример, да, очень резко возросло разведение производства устриц, креветок и всего остального. Причем по документам это все сделано в Белоруссии. Ну мы сами разумные люди, мы прекрасно понимаем, что это выращено совсем не в Белоруссии, независимо от того, что написано в самих документах. Вам тоже могут сказать, что это ташкентские там, не знаю, помидоры или еще откуда-то из ближнего зарубежья. На самом деле их гонят из Китая, через страны ближнего нашего зарубежья, СНГ, огромный поток идет и польских яблок, которые у нас под санкциями, и китайских там помидоров, и огурцов, и черешни в том числе, и рыбы, кстати, тоже. Ну зачастую вот эксперты советуют покупать те же фрукты, овощи в каких-то крупных сетях торговых, что, мол, там контроль все-таки какой-то присутствует и меньше шанс купить некачественный продукт, чем где-то в палатке. Вот так ли это на самом деле? Что вы об этом думаете? Это желание бизнесменов, владельцев крупных торговых сетей. На самом деле, что в мелкой торговой сети, что в крупной торговой сети, никакого контроля нет вообще, абсолютно по определению. Потому что они не обязаны этим заниматься. А раз они не обязаны, зачем им тратить время, средства и свои силы на организацию какого-либо контроля? У нас сегодня торговые сети не отвечают вообще ни за что по федеральному законодательству. Сибирские овощи, огурцы, помидоры, сейчас их тоже в достаточном количестве на прилавке местного производства. Вот гарантирует ли местный производитель качество своей продукции? Или тоже тут все не так просто? Понимаете, я скажу так, чем отличается наш региональный, в частности, новосибирский производитель, некрупный, вы совершенно правы, мелкий или средний, тем, что у него значительно меньше экономическая мотивация, скажем так, химичить и использовать какие-то там запрещенные или не очень разрешенные вещества и удобрения. Почему? Потому что у него очень маленький оборот. Если, например, возьмите молочную продукцию, если это крупное предприятие, которое покупает 100 тысяч тонн пальмового жира за копейки, естественно, и потом бодяжит, продавая продукт с пальмовым суррогатом вместо молока. Конечно, это огромная прибыль. А нашему мелкому несчастному производителю купить 10 килограмм, условно говоря, 10 килограмм это будет, во-первых, дорого, во-вторых, все-таки необходимо поменять технологическую линию. С таким маленьким оборотом те же самые удобрения завозить издалека, из-за рубежа, да, вот эти запрещенные, сильно действующие, ему просто физически невыгодно. Поэтому я не говорю, что они прям сильно добросовестны, им просто именно финансово не особо выгодно этим заниматься. И сырья им, в принципе, хватает для своего производства, потому что они маленькие. Поэтому, конечно, нельзя экстраполировать 100%, что вот все 100% наших производителей региональных, они прям сильно хорошие. Конечно, есть разные, скажем так, представители, но все-таки доля добросовестных, в силу экономических причин, среди небольших наших местных производителей, она выше. И мы это хорошо видим по экспертизам. Спасибо. Сегодня нашим гостем был Яков Новоселов, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания. Мы говорили о том, стоит ли весной есть больше заморских фруктов и как выбрать, как сохранить полезные свойства овощей и фруктов. Спасибо.